Девушки отдыхают Его цель состоит в том, чтобы люди задумались о беспорядках на Земле. Я полагаю, сейчас я очень расстроен и зол по отношению к человечеству. Однако это не означает, что я злюсь на каждого человека в отдельности. Но все же я считаю, что в мире произошло довольно много плохих вещей. Новый сингл «Депешмод» называется «Was the Revolution». Как бы могла выглядеть эта революция? Я живу в Америке, и ситуация там довольно абсурдная. Ежедневно там происходят различные вещи, о которых я узнаю из новостной ленты, а также из моего телефона. Это может происходить каждые 20 минут, и ты смотришь и думаешь, «Боже мой, что же он сейчас сделал? Что вообще происходит?» И я могу сказать, что на протяжении четырех лет мне невыносимо на все это смотреть. И я думаю, что со временем люди начнут протестовать, и могут начаться массовые протесты на улицах, особенно в больших городах, где у президента нет большой поддержки. Размышлял ли Мартин Гор о том, чтобы вернуться в Англию? Однажды я могу решиться вернуться назад в Англию. Там у меня 14-летний сын от предыдущего брака, и каждый раз, когда я дома, он проводит со мной несколько недель. Вот почему в данный момент о переезде не может быть речи. Мартин Гор живет в Калифорнии, солист Дэйв Ганн обитает в Нью-Йорке, а клавишник Эндрю Флетчер в Лондоне. Как все это сочетается вместе? Я не думаю, что в этом есть что-то странное, потому что это вполне полезно для нашего здоровья, когда участники группы особо не общаются в промежутках между альбомами. Так как, когда мы решаем заняться альбомом, мы становимся значительно ближе друг к другу, выше личного «я», и это длится довольно долго. Рома-компания и тур в поддержку этого альбома продлится год, и каждый день мы будем видеть друг друга. Да, и я понимаю, что раньше мы работали в студии, при этом делали не так уж и много связанного с промо-деятельностью, и мы чувствуем, что нам не обязательно находиться в постоянном контакте. С мая Дзепешмот отправляются в Global Spirit Tour. Чего можно ожидать от группы? Чем он отличается от прошлого тура? Для нас всегда интересно начинать первый день мероприятий по продвижению альбома. Мы снова работаем с Антоном Карбином, он всегда нам дает что-то типа сценария фильмов, которые показываются позади нас, при этом он никогда не отсылает их нам полностью до тех пор, пока мы не окажемся уже на сцене. И поэтому это выглядит так, словно мы выходим на аудиторию, отыгрываем записи наших песен и смотрим фильм, наблюдая за аудиторией. И мы также видим всю постановку сцены в первый раз, во всем ее величии, потому что до этого мы всего лишь видели простые рисунки. И... Вы знаете, мы доверяем Антону на 100%. Сейчас мне нравятся его идеи, и я думаю, что это снова будет довольно круто. Подписывайтесь на мой ютубчик MaxSchillendberg101, добавляйтесь в ВК MaxSchillendberg и смотрите новые видосы о группе Дипешмот. И кстати, если вы знаете английский и можете помочь с переводами видеороликов, то пишите мне в ВКшку, тогда видосы с озвучкой будут выходить гораздо чаще.